Тень линча. В Никопольском суде сегодня прогремел взрыв. Там слушали обычное уголовное дело. Когда судья огласил, что заседание переносится, мужчина достал две гранаты и привел их в действие. Мужчина погиб на месте. Десять человек получили ранения. Один из пострадавших скончался в больнице. Кто и почему устроил этот самосуд, знает Елена Миндалюк. Заседание в Никопольском суде началось, как и было запланировано, в 11 часов. Слушали дело о событиях годичной давности. Неожиданно в зале прогремел взрыв. Взрывной волной в окнах выбило стекла, осколками посекло стены. Люди в панике. Упали на пол. К зданию суда сразу же вызвали скорые. Пострадавших вывозили на носилках. В результате взрыва 11 человек получили осколочные ранения. Всех доставили в городскую больницу. Это сотрудники суда и прокуратуры, подсудимые и люди, которые были на заседании. Было трое тяжелых пациентов. Один из них с осколочными, проникающими ранениями брюшной полости, который умер. И двое менее тяжелые. У одного перелом бедра, у второго перелом костей предплечья. В зале суда погиб Руслан Топаев. По словам правоохранителя, он привел в действие две гранаты. После того, как судья объявил о переносе слушаний. Одну бросил в сторону подсудимых, вторую себе под ноги. Почему человек так совершил такую информацию, я не могу сейчас вам сказать. Мы сейчас только сводим информацию относительно количества и присутствующих в зале заседаний. Одно могу сказать, что это случилось во время того, как уже подозрений были в кайданках. Руслан Топаев, отец Ревзана Топаева, одного из погибших в феврале 16-го. Парня его друга тогда расстреляли в машине. Трое обвиняемых как раз были на скамье подсудимых. Это Сергей Вороновский, Денис Подолякий, Роман Жмурков по кличке Мопа. Предположительно, именно он и умер в больнице. Что произошло в феврале 16-го, видно на этих кадрах с камер видеонаблюдения. Подозреваемого, которые были в автомобиле, Хонда и ВАЗ, блокируют джили белого цвета и открывают огонь. 24-летний Ревзан Топаев и его друг Илья Бондар, которые находились в машине, погибли на месте. По данным полиции, причина расстрела – перераспределение власти в сфере оборота наркотиков. Можно предположить, что да, хотя в отношении одних участников конфликта, можно сказать, что они причастны к этому утвердительно. В отношении закона оборота наркотиков самого Топаева утвердительной и стопроцентной информации на тот период не было. Тем более, он не всегда жил в Никополе, большую часть проживал в Запорожье. Дело слушается в суде уже больше года. Прошло свыше 20 заседаний. Но до вынесения приговора было еще далеко. Видимо, устав ждать справедливости, Руслан Топаев решил сам наказать подозреваемых в убийстве сына. Но есть еще одна версия, неофициальная. По информации СМИ, второй сын Руслана Топаева, Султан, год назад насмерть сбил двух женщин. Сейчас он в СИЗО. Журналисты предполагают, Топаев отец боялся, что оказавшись на зоне, МОПа не дашь жизни Султану. Поэтому и устроил самосуд. Елена Мендалюк, Евгений Конецов, подробности, телеканал Интер, Днепр. В каком состоянии находятся пострадавшие в результате взрыва гранаты в суде, мы узнаем у Сергея Бордюжи. Он с нами на связи. Сергей, здравствуй. Что тебе известно? Расскажи. Добрый вечер, Наталья. Всех пострадавших от взрыва гранат, а это, напомню, 11 человек, доставили в Первую городскую больницу Никополя. Два человека после оказания медпомощи от госпитализации отказались. Остальных пришлось оперировать. У них множественные осколочные ранения. И верхняя, и нижняя конечности, и поверхность спины, и ягодичная область. В принципе, у всех множественные повреждения различных частей. Из всех пострадавших в наиболее тяжелом состоянии подсудимы. У них проникающее ранение в грудь и брюшную полость, говорят медики. Одного из них спасти не удалось. Он скончался на операционном столе. Там было осколочное ранение, проникающее брюшной полости. И от этих повреждений, от этой тяжести травмы, от травматического шока, он скончался от кровопотери. По словам пострадавших, взрыв прогремел в тот момент, когда заседание уже закончилось, и люди начали выходить из зала. Я не видел этот момент, когда он их бросал. Я стоял за заключенным, надевал наручники в этот момент. На данный момент в больнице заверили жизни пострадавших. Ничего не угрожает. Они также обеспечены всеми медикаментами. Наталья. Спасибо, Сережа. Сергей Бордюша с подробностями взрыва в Никопольском суде.